Всем доброго времени суток, с вами я, Стадия Грамм. Сегодня мы будем говорить об одной из самых больших проблем всех учеников и учителей. Это скудный словарный запас и о том, в принципе, как учить новые слова для иностранных экзаменов, да и, в принципе, для всех людей, кто хочет апгрейднуть свой словарный запас в иностранном языке или в своем родном языке. В процессе обучения очень легко трекить улучшение студента в грамматике, в пунктуации, в аудировании, но словарный запас и его рост следить гораздо тяжелее. Так, в принципе, сам процесс изучения, запоминания новых слов в науке все определяется и объясняется следующим образом. В 1885 году немецкий ученый-психолог Герман Эбинхаус рассказал про свой эксперимент, в котором он говорит про кривую забывание. Вообще, мозг человека – это удивительный инструмент и орган, который имеет тенденцию забывать вещи, которые считает ненужным, ну и помнить то, что считает очень важным для вашей жизнедеятельности. К чему я это все говорю? Когда вы изучаете новые слова, это слова не всегда интересные, понятные, не всегда очень простые. И это не является той информацией, которая с легкостью запоминается. Но кривая забывания Эбинхауса заключается в том, что он высчитал, в какие моменты нужно повторять и что нужно сделать в определенной информации, чтобы вы ее выучили. Вообще, Эбинхаус является основоположником, одним из основоположников экспериментального изучения памяти. В своем исследовании он рассказал о кривой, где он высчитывал, сколько процентов информации вы будете помнить через определенный промежуток времени. Это показывает то, что через 20 минут вы можете помнить 60% информации, через час информация снижается до 45%, а через некоторое время может снижаться до 15%. К чему эта информация нужна в видео про изучение иностранных языков и слов заключается в следующем. Решение данной проблемы, не забывать информацию и в принципе выучивать какие-то вещи, которые являются не всегда очень приятными для изучения, является систематизированное повторение той или иной информации. Как это сделать? В других исследованиях также говорится о том, что есть эффект тестирования. Это про группу студентов, которые проходили определенную информацию, три группы студентов. Одни из них сразу пошли сдавать экзамен, вторые из них подучили что-то, третие сдали, потом пошли на экзамен, третие прошли какой-то тест, потом пошли на экзамен и сдали его. Из всех этих трех групп высокие баллы набрали те, кто сделал небольшой тест. Зачем это делается? Через воспроизведение информации из вашей памяти вы делаете нейронные связи, которые формируются у вас в голове, более сильными. То бишь, когда вам нужно какое-то слово вспомнить или сказать, вы гораздо быстро пойдете к этой информации, найдете ее и воспроизведете. Проблема запоминания информации на самом деле является глобальной. Какие у нас есть на данный момент решения? Чтобы что-то выучить, те же самые слова, какие-то теоремы, аксиомы, нужно постараться, опять же, воспроизвести информацию из вашего мозга в определенное время. В определенное время суток делать какие-то тесты, чтобы эти ваши нейронные связи были сильнее. Как это сделать? Делать конспекты, делать пересказы, делать интеллект-карты. Это все очень важно. Но проблема в том, что в современном мире у нас на все это нет времени. Или это занимает много времени. Зачастую, когда мы учимся в университете, у нас занятия с утра до 4 или до обеда, потом работа. И чтобы все эти лекции переслушать, перечитать и сделать интеллект-карты, занимает много времени. На данный момент есть очень крутые разработки карточек, которые помогут вам упростить процесс заучивания новых слов. Компания English Students создала 8 карточки, 8 наборов для 8 уровней английского языка, которые в разы упростили мне работу. И процесс заучивания новых слов я для себя, например, использовала уровень C2. Мне очень понравилось по нескольким причинам. Во-первых, уровни 8, не 6, как обычно на курсах, когда вы ходите в стандартные языковые центры. Там есть 6 уровней языка. А1, А2, В1, В2, С1, С2. Но если вы посмотрите Common European Framework, там я здесь напишу на русском. Книжечка такая, созданная учеными-лимпистами в Европе, чтобы показать, как нужно и учить, и преподавать иностранные языки. Там, в принципе, показано, что для уровней В1, В2, С1, С2 количество времени, потраченное на изучение языка, варьируется. Вы не можете учить 3 месяца уровень А1 и столько же времени потратить на то, чтобы выучить уровень С2. Так вот, возвращаясь к карточкам. Мне очень понравилось, так как каждый уровень, я сейчас про каждый расскажу поподробнее, включает в себя, каждая коробочка включает в себя 500 карточек на разные темы. Если распределить по нескольким категориям, для кого нужны эти карточки, я бы выделила основные 3. Для семьи, для дома, как можно использовать все начальные уровни, от уровня А1 до В1-2, я бы использовала для домашних посиделок, где вы можете играть в игры, описанные здесь в приложении, к этим карточкам. Здесь 6 игр, это memo, quiz, все слова из одной истории, guess what, throw in, создай свое словосочетание. Но мы очень часто играем просто крокодила. Почему я не рекомендую использовать карточки уровня B2-1, B2-2, C1-C2, потому что слова там, в принципе, довольно-таки сложные, и описать их в таких стандартных играх, что-то вроде крокодила, будет гораздо тяжелее. Возвращаясь к уровням интермитет, мне кажется, вторая категория это студенты, и здесь, наверное, лучше купить сразу весь набор от А1 до С2. Почему? Потому что до уровня B1-2 у вас будут слова, которые встречаются в ежедневной лексике, и вам, в принципе, будет очень комфортно, если вы их пройдете, чтобы жить за границей и, в принципе, уметь изъясниться и попросить какие-то basic-basic вещи типа сковорода и тому подобное. Почему? Потому что эти слова очень редко встречаются в каких-то текстах, которые мы читаем в тех же самых Pathways, New English File и тому подобное. Ухебник, который преподаватели используют на языковых курсах. B1-B2 это коробочки, карточки, которые очень важно использовать и выучить, пройти. Я бы даже взяла целый один всем тем студентам, которые готовятся к IELTS и к ZETI. Здесь слова более сложные, большое количество синонимов и таких комплексных выражений, которые часто встречаются в научных текстах, в книжках, в тестах по IELTS. Мне кажется, будет абсолютным must-have для всех тех, кто готовится к экзаменам, уровень B2-1-B2. C1-C2, опять же, для всех ребят, которые хочут пойти на магистратуру или PHD, эти два уровня пройти важно-нужно каждому, потому что слова, которые встречаются здесь, это основной вокабуляр, который у вас будет во всех научных статьях, которые вы будете читать во время написания вашей магистрской или докторантуры. Третья категория это преподаватели иностранных языков, английского языка. Мне кажется, очень круто делиться данными карточками, использовать со своими студентами, которые проходят экзамен, готовятся к экзаменам, и использовать их на своих уроках. Мы использовали карточки B1-1 со всеми маленькими детьми и с подростками во время Thanksgiving, дня поподавления. И очень часто я мотивирую своих студентов, если они хорошо поработают первые два часа, то в третий час мы поиграем с ними в крокодилов. Наверное, стоит отметить, что когда вы играете с детьми в классе, очень важно помнить следующие вещи. Поделив детей на группы и выводя одного человека с каждой группы, будет немного пассивно проходить весь этот процесс, потому что одни будут отвечать, вторые будут стоять, ждать, скучать, как вы можете увидеть на первом видео. Я нашла следующее решение, и мне больше понравился такой формат, когда вы делите студентов на группы, у каждой группы один капитан делите их, даете им определенное количество карточек, а просите, если они отгадают какое-то слово, просите его написать на доске, и потом передать мейл следующему ученику, который будет, опять же, объяснять новое слово. И так в вашем классе будет больше динамичность, то бишь у вас не будет студентов абсолютно, которые будут не вовлечены в процесс обучения. Ну, на этом, в принципе, все. У меня есть для вас небольшой сюрприз. По промокоду iStudyWidGizel вы сможете получить 5% скидку на приобретение данных карточек, любого одного уровня. А если вы возьмете все 8 уровней, на сайте у ребят есть скидка 10%, и по моему промокоду у вас будет 15% скидка на весь сет данных карточек. Я очень надеюсь, что данное видео было для вас полезным и познавательным, ребята. Всем продуктивного обучения и до новых встреч. Пока-пока. Ясмин, расскажите, пожалуйста, про ваш опыт использования карточек. Я использовала их 3 раза в день для того, чтобы лучше запомнить новые слова. Но главная моя цель была IELTS. Дабы полностью не опозориться на тесте, я начала учить новые слова с помощью этих же карточек. Расскажите, пожалуйста, какие плюсы и минусы есть, на ваш взгляд, у этих карточек? Плюсы, наверное, в том, что они очень удобные, в плане того, что с лицевой стороны там самое слово на английском языке, а на другой стороне перевод, а также словосочетание и предложение с этим же словом. А минусов я тут особо не вижу. Окей. И третий вопрос. Вы бы посоветовали покупать, иметь эти карточки дома? Кому? И с какой целью? Конечно. Да. Потому что это очень выгодная покупка. В плане того, в ней достаточно много игр, вроде бы 6, с которыми в ней очень много игр, около 6, и вы можете спокойно играть в них с семьей, с друзьями, с собакой, с кошкой, кто у вас там, я не знаю. И посоветую я это абсолютно всем, потому что есть все уровни, коробки делятся на уровни, там, начиная с элементарь, да, вроде, заканчивая адванс. Тем самым это не ограничивает людей, например, которым 6 лет, или наоборот, 99, чтобы начать учить новые слова. Окей, окей. А как вы вообще считаете, эффективно вам понадобилось, смогли применить то, что вы учили? А, да, даже очень. Когда я была на IELTS, у меня, я проходила тексту writing и reading. И там, получается, попались достаточно большое количество слов, которые были же в этих карточках, у меня аппаратомедит, и... B2, да, то есть это такое? B2, да. И получается, это мне очень помогло в том, чтобы понять текста, темы на этом тесте, потому что эти же слова были в этих коробках, которые я заучивала. Ну, не то, что заучивала, я их повторяла, около трех раз в день, что было очень легко и помогло. Окей, спасибо огромное, СМИ. Пока-пока. Let's go! Все, Дудовлет, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт использования карточками. Опыт использования. Так, я начал изучать новые слова с этими карточками где-то месяц назад. Где-то две коробочки уже у меня изучены. Еще... мне эти коробочки дала мой учитель и это для того, чтобы подготовиться к моим экзаменам, точнее, с IT и IELTS, чтобы иметь большой словарный запас и ждать хорошо эти экзамены. Как вы воспользуете? Сперва я все просмотрел и непонятные и неизвестные слова я поместил в одну секцию, а известные в другую. И потом повторял неизвестные каждый день два раза. Утром, после того, как я проснусь и вечером под сон. Перескал, да? Перескал. Окей, хорошо. Как у вас ощущения? Понравилось, не понравилось? Да, ощущения хорошие, понравились за месяц где-то сто слов плюс-минус новых. Они неудобны. Это было всего две коробочки, да? две коробочки. А два и B11. B11, понятно. Есть то, что понравилось или не понравилось в карточках? Ну, да, есть. То, что понравилось, то, что они удобны, можно их брать с собой в общественном транспорте или когда не знаю, в поход, возможно, идете брать с собой еще удобно, то, что они не занимают много места, то, что это... Вы не тратите свое время, делая сами флеш-карточки. А вы сами делали флеш-карточки? Да, я делал. Это, конечно, было скучно, иногда очень муторно, но я делал, да. А зачем делали вы сами? Чтобы новые слова знать, изучать язык. Окей. А чем ваши флеш-карточки отличаются от вот этих? Чем лучше эти, чем карточки, которые можно сделать сами, например? Ну, это экономит время, во-первых. Во-вторых, там, есть изображение, примерно ты можешь понять, о чем спрашивают у тебя. Есть несколько примеров с использованием слов и глаголы, там, три формы сразу и очень удобно, да. А то, что не понравилось? То, что не понравилось, то, что после того, как все их делаешь, ты хочешь их по порядку сделать и очень сложно и долго. Я хотел бы, чтобы они по цвету были, чтобы легче было по порядку поставить. И иногда, вот, карточки как-то слипаются, они переворачиваются или два-три сразу переворачиваются. Вот. Неудобно. Хорошо. Да, неудобно. Как вы считаете, это вообще являются вещью, которые стоит иметь у себя дома или нужной? Для кого вы ее посоветуетесь? Посоветовал ли вы ее, в принципе, кому-то? Да, я посоветовал тем, кто изучает языки, готовится к своим экзаменам. Если даже у вас нет экзаменов, вы можете поиграть игры со своими друзьями в компании. Там есть... Там можно поиграть в множество игр специально для компании и как раз это поможет вам в изучении языка, время проводить с пользой, да, и это не занимает так много места и очень мало уделяйте времени 5-10 минут максимум, так что думаю, да, стоит. Окей, спасибо огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!